Он сразу упал. Тем более, рядом был и Левников, и Лайнский, поэтому еще один момент, и здесь уже никакого нарушения правил нет, и Игорь Портнягин забивает свой гол в этом матче, блестящий. Снова через правый флаг атакует Рубин, опять-таки прострел, и снова забывают про центральную зону защитники Московского Динамо. Да, здесь надо повторкой посмотреть, но мы видим то, что Кузьмин опять здорово прошел, отдал, по-моему, вот мы видим передачу, сейчас пойдет на Кузьмина. Кузьмин в одно касание здорово сыграл Канунику, Канунику прострелил, и приползнул по упустительству Динамовской линии защиты. Такое ощущение, что не было защитника в этом моменте у Динамо, потому что все настолько было легко игрокам Рубина делать, что сопротивление. Да, сопротивления вообще нет, никто никого не контролирует, я говорю, 30 минут нет обороны, к сожалению, оборонительных действий в команде Динамо. Получается, что Дьяков, который был последним, да, центральным защитником Динамо в этом эпизоде, из-под которого выскочил бьющий игрок, ну, по большому счету, не...